Всем привет, ребят, с вами Мегасириус 12, мы продолжаем наш летсплейт по Корсарам Нестория Пирата. Это у нас там восьмая серия, у меня с момента той записи прошло два часа, я там только смонтировать успел, поужинать, и продолжаем съёмки. Как я обещал, в мезаписи я починил кораблик, приплыл в форт-рояль, и говорим с этим мужиком... Хочешь пополнить карманы? Моя вещь, ты добыл её. Да, я всё и сделал, кстати, а почему ты мне не сказал про карту? Карту отдай её мне, с чего бы. Ты хочешь получить награду? Заказ я выполнил, а ты меня обманул, поэтому я оставлю карту себе, а в таком случае награды тебе не видать. Ну уж нет, вознаграждение я получу в любом случае, либо ты сейчас мне отдашь деньги, либо я их заберу с твоего трупа, но разумеется, он агрится. Ну, по-моему, нас даже никто не арестует, его просто убьём и всё. Никаких денег у него и по мини не было. Не обращайте внимания, ребят, опять тем, кто в таверне. Так, проклятие, у него ничего и не было, видимо, он собирался избавиться от меня. Осталась только карта, значит, по ней мы плывём на Гвадалупу, по-моему, да? Ну, Гвадалупа, Гвадалупа. Сейчас тогда по пути, может быть, кого-нибудь ограбим. Займёмся, так сказать, корсарским ремеслом. О, погодите. Как раз испанец, иди сюда, мой маленький. Естественно, кто там, сколько, точнее, там кораблей. Два можно, два торговца без сопровождения. Ай, какая наглость без сопровождения, ты плавайте, ребята. Ай-яй-яй. Ну, я вам сейчас доступно объясню, что так делать нельзя. Идите сюда. Так, каравелла, две каравеллы, блин, красота. Это получается... Ох, какой хороший залп. Получается, что у них большие трюмы, значит, они немало там ведутся. Ну, всё. Сдастся, нет? Сдался, правильно сделал. Так. Пополним немного запаса наши. Но, в первую очередь... Так, он увёз вино, ром, паприку, фрукты. Ммм, ребят, вообще, если честно, ни о чём. Вообще ни о чём. Вот, всё-таки такие копейки стоят, и париться, и искать, где это продать подороже, и мне даже это брать не хочется. Обидно, что они мне корабль походили. Козёл. Как какая-то каравелла мне бригу пол-хп снесла практически. Чувак, не сопротивляйся, я тебя отпущу. У тебя наверняка тоже какое-то говно. Смотрите, что ты болеешь, да? Блинных не брать! Он сдаётся, разумеется. Чё-то так себе, так себе. О, одежда, кожа, бе... Брехня. Блин. Не, ребят, я загружусь. А, кстати, можно ведь это... Сейчас, может быть, у неё другие корабли будут? Другой товар, давайте посмотрим. Может, повезёт. Чё? Тартана? Серьёзно? Всех наверх! Рифа брать, бей! Чё я с неё возьму? А там чё у нас плавают шкуна? Не, ну... Если бы две шкуны было, я могу по ней... На Тартана, блин, это вообще не солидно, так сказать. Блин, там ещё английский торговец плывёт. Поворот, браво на борт! Так. Браво на борт! Лево на борт! Кровеллы у нас опять. Надо постараться так, чтобы нам... Поворот, лево на борт! Не снесли хп у корабля. Лево на борт! Лево на борт! Поворот, лево на борт! Но больше надеяться, что я также буду урона наносить кораблям. Поворот, лево на борт! Как и мне, сможет быстро. Буквально на пару заул. Рошки-рвор! Энных не брать! Так, они сдаются опять, давайте смотреть. Опять ром, кофе. Ну, ром не вино, его хотя бы наши ребята могут пить. Давайте возьмём. Ну, если честно, я рассчитывал на что-нибудь получше. Если честно. А тут прям шкухел какой-то. Стопим. Поворот, лево на борт! Паруса к бою! Полный ход! Лево рулят! Так, а там у нас... Барк. Поворот, лево на борт! Право рулят! Право на борт! Право рулят! Право на борт! Лево рулят! Господи, как вот это... Постоянное задолбало лево руля, право на борт! Зачем они это добавили, а? Ой, так... Пшеница вообще, ё-моё! Ну, короче, они так или иначе всё равно несчанские. Ничего с них особо снять не получится. Так, мне не нужно столько парусины. Лучше вот это дело заберу. А, больше забрать-то нечего. Ну, зато у нас дофига рому прям. Вали! Не попадайся мне. Ну, слушайте, мне надо как-то окупить тот факт, что... Во-первых, я переборол свою линию и поменял флаг на пиратский. А во-вторых, мне полхп снесли у корабля. Англичанин! Один корабль. Ну, кто ж по одному плавает? Иди сюда. Посмотрим, что у тебя. Может, тебе повезёт. Повезёт. Я отдам тебе... Груз Рома взамен того, что лежит у тебя. Ты даже не сильно выплываешь, и останешься. Тебе же будет хорошо. Я знаю. Так, он пока ядрами наряжен. Как засадил. На бордаж. Я думаю, он сдастся. Город, англичаничка. Да. Он сдаётся. Давайте смотреть. Чёрное дерево. Отлично. Отлично. Чёрное... Так, нахрен Ром. Пошёл нахер. Нихер бухать. У нас тут чёрное дерево. Вот чем надо заниматься. Забирай кофе. Можешь подобрать мой выкинутый Ром. Я даже согласен выкинуть вот это всё. Вот это надо взять. Так, надо как-то разгрузиться тогда. Выложим боезапас. Будет у нас теперь... Ну, не у нас, у него боевой плейд. Угружу ему всё, что можно. Оставлю только припасы. И... Чёрное дерево надо брать. Блин, всё равно всё не вылазить. У меня жаба душит. Кровиант. Ну, это всё копейки весит, видите? Фигня. Ни о чём. Я по-любому всё не умещу. Ну, чувак ещё мой Ром подберёт. Кто ещё в накладе останется? У меня репутация повысилась. То есть ты грабишь корабли, а у тебя повышается репутация. Обожаю. Так, чёрное дерево, ребята. Эх, если бы его на Гваделупе как раз-таки забирает его дорого. Отлично. Всё. Лаг Франции. Неплохо мы так ещё прокачали навигацию. 59. Отлично. Так, к моменту корвета мы как раз-таки докачаемся, может быть. Ну, если что, уже чуть-чуть с небольшим минусом прокачаем. Не страшно. Так. В магазин. В первую очередь. Ну, что у вас ко мне, капитан? Интересно, хватит ли его 21 тысячи на то, чтобы скупить всё чёрное дерево? Конечно же, не хватит. Он примерно половину только смог купить. Дальше у нас либо впаривать по дешману губернатору, либо куда-то ещё плыть, либо ждать, когда-нибудь деньги обновятся. Ну вот, я у тебя даже оружие куплю. Я ещё провиант куплю. Короха куплю. Так, кортечи надо купить. И к нибели. Больше чего. Ну, больше мне ничего и не надо, блин. Мне оружие-то столько не надо. Ну ладно, пусть будет. Запасим. И у нас всё равно нет денег, да? Вот, смотрите, у него 172 пиаска. Но при этом... Осталось. Но при этом... Здравствуйте, капитан. По какому делу зашли? Тут у них ограничений опять же-таки нет. Ну, я уже говорил об этом, но просто такой бред. Зачем? Зачем они это сделали? Так, ранг, по-моему, повысился, да. Личную способность скоро получим. Ну, и корабельный, наверное, тоже. Ранг в этой серии мы, наверное, ещё не поднимем, хотя бы, фиг его знаете. Может быть, ещё наш канонир себе навык даст и получит. Вообще, отлично будет. Здравствуйте, капитан. По какому делу зашли? Ну, как ты думаешь, зачем я пришёл к торгашу? Английский четырёхствольник. Ну, четырёхствольный пистолет, понятно. Найк, он мне не упал. Так, сколько у нас там здоровья? Это может, уже эликсиры пора закупать? Ни ещё нет, но можно уже будет спором. Так, а у тебя что в продаже? Побалуйте, даму сердца, маленьким сувениром. Нет уж, не побалую. Так, давайте думать. Во-первых, нам надо как-то ещё распродать чёрное дерево. А, ну, я знаю как. Идём наверх. Пока мы чиним корабль и всё такое пройдёт, наверное, пару дней. И золото, может быть, обновится у него. Будет неплохо. Семь утра. Так, в магазин входим. Хорошо, что вы нанесли мне визит, капитан. Да, не сильно у него денег обновилось. Буквально-таки гроши. Ну, блин, это вообще парит очень жёстко. Верх. Верх не нужна больше. Ну, в таверну надо бы, но... Ещё не восемь утра. Команду он нам не даст нанять пока. Бежим в пещеру. Бежим в пещеру. Так, найди вот тут-то её здесь. Пляж. Порт. Ну, конечно, всё перебрал, прежде чем угадать. Ага, джунгли. Французский патруль. Так, маяк. Да, потом ещё надо назад как-то вернуться. А не заблудиться в трёх соснах. Букв там. Более. Ну, наконец-то. Так, сохранимся. Во-первых. Во-вторых, давайте-ка я кое-чё посмотрю. Так. Как он называется-то? Проблемные деньги, по-моему, да? Так. Ну, сейчас начнётся лёгкий геморрой. Ну, сейчас начнётся лёгкий геморрой. Ага. Ну, давайте, поехали. Корвет просто так не даст. А что твоя рожа здесь делает? Не заблудился? Да нет, я ещё сундучок. О, а вот он. Поможешься занести до корабля? Ха-ха. Да это шутник. Вот что, иди-ка ты отсюда, шутник. Жаль, придётся самому надрываться. Один готов. Личную способность дали. Отлично. Записка у нас здесь. Записку мы сейчас посмотрим. Ну, и что будет у нас вклад? Разумеется, нет. Читаем записку. Марк, давай в пещеру, там по карте найдёшь сундук. И передашь его на корабль, который прибудет в бухту. Ужасный шрифт, невозможно разобрать время. Время прибытия узнаешь позже. ВВ, БВ, непонятно. Так, у нас запись в журнале появилась. Так, а что там с запиской? Должно где-то быть сказано, что... Через два дня корабль придёт. Ну, нигде не сказано. Непонятно. Ну ладно, давайте личный навык пока поставим. Наверное, растущую жизнь возьмём. Пока ещё ранг маленький. Так, растущую жизнь я взял. Она не так важна, как энергия, поэтому я в первую очередь энергию решил поставить. Здоровье-то можно отхилить, лечилками, а вот энергию установить нечем. Помню, в ладони Корсары Проклятой Судьбой мне нравилось. Там еда и какие-то некоторые зелья, по-моему, восстанавливали энергию. Очень мне это нравилось. Ну, это логично. Даже в том же Скайриме, там, даже в Сталкере можно энергию помимо здоровья восстанавливать чем-то. А в Корсарах нельзя. Ну, бред. Так, критический удар. Следующим навыком, чём мы возьмём? Танец с саблями. Чтобы взять танец с саблями, нам надо взять критический удар. Поэтому берём критический удар, потом станец с саблями. Потом профессиональный пехтовальчик. Ну, а там посмотрим. Так, чё, бежим обратно? Вроде как должно два дня пройти, но почему-то нигде про это не сказано. То есть, типа, догадайся сам, что ли, получается, или чё? Да ладно, я так быстро до города зашёл. Ну, гад пошёл, если честно. Так, идём в таверну. Так, сидит какой-то парень. Явно квестовый. Поговорим, только сохранимся. Губернатор плоховато платит в последнее время. Да патрулировали мы окраины, повстречали двух пиратов. Они сразу же наутёк. Мы за ними. Так вот, одного повязали, а другой ушёл. И у нас, оказывается, ну, он премелькает мысль, что, мол, это как раз пират из той компании. Так, и чё у нас там? Нужно идти в тюрьму и попробовать поговорить с пиратом. Может, он поможет. Ну, наверняка он попросит его освободить и прочая херня. Так, порт у нас где? Прямо, по-моему? Или не прямо? Нет. Там. Прямо у нас пляж, точно. Чё-то подумал, что пляж здесь. Чё, бежим к коменданту? Вот чё мне нравилось, как сара каждому своё. Там можно было в тюрьму из города попасть. То есть тюрьмы в городе находились, а не в порте. Было очень удобно. А тут приходится лишней беготнёй заниматься. Вам что, заняться нечего? Так, я хочу пройти внутрь тюрьмы. Пять тысяч пиастров? Ну, блин, ну забирай свои пять тысяч. Чё ж теперь? Дорого, дорого. Эй, я тебя раньше не видел. Я, блин, французский, чувак на службе Франции. Меня так должно пропускать. Ёпачь. Так. Где он? Это вот, который там вначале сидел. То есть я не вопреки стандартному этому, когда там заключёнок посажают. Сюда решили посадить? Чувствую, недолго мне осталось. Да, чувак. Чувствую, недолго мне осталось. Мне нужно убираться отсюда. Так, вот он. Бухта Гваделупа через два дня. Теперь помоги мне. Ну... Может он бандит и козлина, но мы-то и всё-таки персонаж положительный, поэтому... Попробуем его освободить. Проходите, проходите. Не мешайтесь. Десять тысяч! Я уже тебе пять отдал. Ладно. Ладно. Так, всё, дел никаких нет. Ну давайте выберемся из форта, а там посмотрим. Мне кажется, он сейчас на нас нападёт. По-моему, так и будет. Прохождение, если что, об этом ни слова. То есть я пять тысяч отдал, чтобы попасть в тюрьму. Десять тысяч я отдал за этого. Ладно. Ладно. Пусть так. Я обещал, я обещание сдержал. Вам не добиться ничего таким образом. Но мне придётся себе прикончить. Цена вопроса слишком высока. На дьявол. Ну, в награду за квест мы получим 15 тысяч, так что расходы, в принципе, на эту тюрьму мы как раз окупим. Ладно. Деньги деньгами, а честь не купишь. Мы обещали ему помочь, мы ему помогли. Деньги-то мы ещё награвим. Нет-нет-нет-нет. Так. Через два дня в одной из двух двух гургалупа будет стоять корабль. Я вам не иду. Тогда спим в таверне два дня. Что вам налить, капитан? Ой, не туда. Так. Так, блин. Комнату дай мне, короче, можно. Ничего нету. Так, два дня спим. Раз. И два. У нас появляется запись какая-то. Блин, моё чёрное дерево, крысы жрут. Ну, там три штуки всего. Ну, да ладно. Ладно, бывает. Корабль же должен подойти к острову. В общем, сейчас, ребята, внимание, не надо выходить на глобальную карту. Корабль где-то около острова. Я просто не знаю, может, если на глобалку выйти, он пропадёт. В прохождении отказано, что не надо. А я не помню, как я в своё время выходил. Походил ли я на глобалку? Не, не проверяйте просто. Где он там? Доплыть. Блин, от него и доплыть нельзя, и ищи его. Ну, давайте, ладно, попробуем в карту выйти. Здесь он никуда не делся. Доплыть. Ага, он у нас появился в этом. В функции доплыть. Но он очень далеко, ребят. Так, ну я надеюсь, он не пропадёт никуда. Поплаваем, чуть-чуть поплаваем. О, прям рядом с ним появились, отлично. Давай, огонь. Так, тоже брик. И гасут. Лево на борт! Хороший дал. Но чё-то не очень команда ему сняла. На, берём на абордаж, похуй. Блин, воеватель, то он опять ещё по хп корабля снесёт. У него мошкетного залпа, кстати, нет. Ну, блин. А, ладно, вы втроём этапу бьёте. А могу тем 2-1 на 1. Так. Ты чё, какой крепкий пидор? Я тебя забрю, тогда. Готов. Готов. Тут никого. Блин, и хрен дадут пройти, как обычно. Блин, поймал меня на фильм, тогда застрелим его. Умры! А, конечно. Умры! Вынесли всех. Выщем трупы. Дайте пройти. Меч какой-то. Там меч охотника, он так себе. Ну, ладно. На продажу. О, капказская шашка. Отлично. Вот именно поэтому я и обыскиваю до сих пор трупов. ГПК я бы уже забил. Но здесь на трупах может очень хорошее оружие выпустить. Имеет смысл обыскивать. Реально имеет. Ну, еще одна нифига себе портанула. Я удачу всего на 6 прокачал, а на 10. Блин, ради прикола надо попробовать удачу на 10 прокачать. Интересно. Кто я прокачивал кто-нибудь? Как будет оно? Не знаете? Интересно. Там партить будут персонажи, пополню. Там, например, губернатор порт-рояля при первом визите в порт-рояль подойдет к вам сам, скажет. Все, вот губернатор. Весь английский фолк теперь служит вам. Так будет, да? Это я себе. Так. Ну, иди сюда. Давай. Какого дьявола вы потопили наше судно? Какая идиот. Ты не надеешься никогда ни на другом корабле. Говори, на каком, куда он нам направляется. Тебе ничего не скажу. А сейчас пару твоих уродливых ушей отрежу, а потом продолжим разговор. Нет, прошу, не нужно. Где закровище? Они на корвете лунная дуань. Он идет не кироса. Вот теперь ты меня отпущат? Еще почему? Ты всего-навсего заслужил быстро. Затем смерть. Я тебя застрелил. Будешь, типа, Пушкина. Так, у него, кстати, морской палаш. Так, вот этот меч нам говном. Больше мне выложить тут особо нечего. Лечилки, если только дать, и лечилки сгрузим. Да ё-моё. Сейчас вообще без лечилок останусь. Сколько весит-то, блин? У меня он все равно не вылазит. Пипец. Ну-ка, может, что еще сгрузить можно? Вот кольцо, например. Оно дешевое. 3,20. Значит, у меня должно быть... 21,800 хотя бы. А у меня 21,400. Че не так, я не пойму. Вон у меня свободный еще половина. Почему он не влезет? Ладно, голландский пистолет тот еще пустал. Возьмем лечилочку, возьмем кольцо обратно. А это оставляем здесь. Ни деньги забираем. Лечилки нам не влезут. Это нам ничего не влезет. Ладно. Не страшно. Итак, по броне чуть получше, по скорости чуть лучше, маневренность хуже, бенды примерно одинаковые, трюм хуже. Команда так же, пушки так же. Ну, в принципе, практически наш корабль. Там, не считая всякой мелочи. Ух ты, у него сколько досок-то. Досок. Так, возьмем, кстати, эти самые доски. Парусина много, наверное, 10 там хватит. Чёрного дерева у него нету, к сожалению. Ну, тогда сколько влезет, доски берем. А, нам все доски влезут. Тогда я парусину заберу. Больше мне ничего не нужно от него. Топим. Так, на бриге ничего не оказалось, но его капитан перед смертью сообщил, что сокровище находится на корабле Лунная Глань, который сейчас на всех портах идет на Карасао. Нужно торопиться. Карасао, извиняюсь. Странно. У чувака в прохождении совершенно по-другому было. Б toilets. Потом в магазине. Так. В общем, этот чувак реально по-другому как-то описал всё. В общем, этот чувак реально по-другому. У него совершенно другое прохождение. И причём, как он описал, у меня так и было в тот раз, когда я играл. А сейчас по-другому получается. Играет музыка. Поворот лево на борт! Так, карта. Давайте сохранимся на всякий... В общем, нам надо какой-то корвет, который на всех прутах идёт в Кюросау, правильно? Значит, фиолетовые паруса искать надо? Или чё? Блин, вы бы хоть объяснили. Я же не знаю, что делать. Ничего, никого я не вижу. Может, прямо около острова кто-то будет? Не факт, конечно. Да ёдриный, да ёдриный, да ёдриный, шторм добанный. У меня и так квест на время. Так, запись появилась. Ну-ка. Похоже, нагнать корабль не удалось, но не время отчаивать. Нужно поспрашивать в городе, может, кто-то что-то знает. Не, погодите, а я могу вообще успеть чисто физически? Если я, например, штормы оплывать не буду и тому подобное. Вот на всех парусах прям начинаю плыть. Буквально, по максимуму быстро, насколько это возможно. Так, 16-го числа у нас была запись. Сейчас у нас 20-ая будет, да? Вот 20-го и выходим в море. Похоже, нагнать... Нет, это походу по скрипту этот корабль мы нагнать не можем. А у чувака в прохождении было так. Он возвращался в таверну Бастера. И там совершенно по-другому всё получалось. Вообще Корвет не нападал. А, нет, будет Корвет, но под самый конец. Ну ладно, ладно, без разницы как. Играю без прохождения. Так, нам говорят, что мы корабль не нагнали, хотя я доплыл за 4 дня буквально. А, понял. Понял. Чувак, наверное, ошибся. Мы сейчас пойдём в таверну и будет как раз-таки всё так, как он описал. Всё, просёк. Вот, нам вот с этим чуваком надо поговорить, да? Всё понятно. Короче, просто забыл написать, что он поплыл на переселу. Понятно. Пропущение, я... Меня зовут Томас Хитт, меня похитили дочь. Моя бедная малышка. После того, как её не стало, как не стало матери, совсем всё изменилось. Крастина, даже выкупу не требовала, она просто пропала. Как обычно, ушла гулять и не вернулась. Да, ну я, ну да. 2005 у него осталось, прошу, помоги ты мне заплатишь, отдам всё, что у меня есть. Даже рабом твоим сам, то есть спаси мою дочь мою. Видишь, какой мужик у себя. Ну, этот квест переплетается, у нас даже запись сюда попала. Ну, в этот квест. Добро пожаловать здесь, вам всегда будут рады капитаны. Так, а ты мне что-нибудь скажешь? Он даже... нет диалога с ним про это дело. Так, а как у нас с чёрным деревом на Кюросау, а? Может, по дорогому покупаете? Дорогой цене? Нет. Нет, по обычной, но не по дешёвой хотя бы. То ладно. Ладно, потом, 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 всё потом. Давайте по квестам. В общем, сейчас там нас встретит сама дочь. Это... Вот так вот. Вместе её найти никто не мог, а мы тупо выйдем за город, а она нас сама найдёт. Стоять! Что? Демоны спляшут на твоих костях, слезняк. Так, она нас агрится. А, да. С ними драться бесполезно, а не бессмертно. Видите, я урон им наношу, а ничего не происходит. В общем, даём себя убить. Это как бы скриптовано. И мы оказываемся в подвале. Ха-ха-ха, ларяк, солёный морячок. Господи, заскнуйся. Э-э-э... Кто ты такой? Меня зовут Мишель Деграммон. Меня налилиз на поиски пропавшей девушки. Кто? Человек, Томас Хид, отец. Ничего, не твоего ума дело. Хочешь получить вклад, который искал? Нифига себе, бой, баба. Тогда убей человека, который послал тебя найти пропавшую девушку. Хочешь убить собственно отца, а не твоего ума дело. Как всё сделаешь, я сама тебя найду. Кирасия, баба боевая. В общем, мы где-то непонятно были. Потом снова оказались около города. Это вообще чертовщина какая-то. Дочь хочет убить отца, который прям весь из себя хочет её найти. Не знаю, что происходит, но... Я говорил в той серии, по-моему, грязный ответ. В итоге мы сейчас и отца убьём, и дочь убьём. Капитана Корветта убьём, всех убьём. Одни трупы. Не живётся людям спокойно. Стоять! Что вы здесь делаете? Дочь спасаю. Выкусил? Чё я тут делаю, дай мне? Ну что у вас ко мне, капитан? Так, у меня тебе исток вот есть. Кавказскую шашку одну, я тебе продам. На руки, где-то одноручный меч. На пик не упал. Да, морской палашки немало стоит, так в принципе. Чайка. Да, это сосечки низкая, неплохая точность, но долгая перезарядка и так себе урон. Но не очень. На любителя. Патроны. Так, кавказскую шашку надо засунуть в каюту. Что она месту занимает. Ну что у вас ко мне, капитан? У нас, по-моему, просто шашка есть. Дешёвый пиратский пистолет. Так. И что-то я подумал, что пора на эликсирном переходить. По какому делу зашли? Так. Чтобы на эликсиры перейти, надо их, чтобы они в продаже были. А ни у кого их чё-то нет в продаже. Ни микстур, ни этих. Так, где там ещё торгаши-то были, я помню. А, да, вспомнил. В другой стране мы кричали. Извините, но я спешу по делам. Нет, меня отвлекает, тормозит и говорит, что спешит по делам. Нет, не здесь. А, это в Мариго было. Точно, здесь нету. Так. Идём в таверну. Говорим этому мужику, что нашли дочь. Прошу прощения, я... Он бежит за городские ворота, и... Там мы его и убьём. У нас, по-моему, нет выбора. Если бы был выбор, если честно, я бы не стала его убивать. И мы так дерзко ему сообщаем, что твоя дочь просила передать тебе это. И убиваем её. Ха-ха-ха, моряк! Солёный морячок! Так, она не хочет нам отдавать клад и нападать на нас. Ну, не дура ли, а? Ты на чё надеялась? В общем, зря убили отца. Но отец бы и так уже в бомжа превратился. А после смерти дочери вообще бы, наверное, отчаялся. Так, сундук есть. Две тысячи у него, которые он нам обещал. Вот честный человек. Но, к сожалению, у мёртвых. Ай, проблемные деньги, действительно. Сундук у меня, вот только где взять ключ. Действительно. Погодите, сейчас вспомню. А, ну сейчас надо просто выйти в море, там на нас нападёт корвет. Там и будет ключ, соответственно. И на этом квест завершится. Так, чё у нас с этой, с навигацией 60? Можно сказать, 61. Для корвета 65 надо. Четыре навыка навигации, но это не сильно. Страшно, поэтому... Что-то мне знакомо, это лицо. Так, тогда, знаете, чё надо сделать? Надо сходить в магазин, во-первых. Здравствуйте, капитан. По какому делу зашли? Да вот, чёрное дерево тут парить хочу. А, он всё равно всё не может купить. А, нет, всё покупает. Блин, ну всего за 7 тысяч. А, ну там бы у нас было тут лишнее. Дёшево мы отдали. Явно продашевили, но, ребят, сейчас не доеду было, ладно. Больше ничего, в принципе, не надо от него. Идём в таверну. Нанимаем команду с перебродом обязательно. Такая честь видеть вас в моём соведении. Никто ничего нам рассказать не может. Офицер. Внимательно слушаю вас. Неблопой штурман. Да, я сам уже спорю, неплопой штурман будет. Чё у нас на верфи? Верфь принимает любые заказы, капитан. Только платите деньги. Можно отгринговаться, починить кораблик. Слушайте, я хочу брать корвет, значит, я брик утоплю, так как мне некого капитана поставить. Ну, некого капитанам поставить. Поэтому, наверное, имеет смысл пушки-то снять и продать. Но всё равно этот корабль утопим. Правильно? Обидно, конечно. Да не буду отварить чертежи, искать. Жалко, конечно, такой хороший брик топить, это бред. Но неужели нельзя никого поставить? Время верфь в вашем распоряжении, капитан. Конечно, бред. Плюс тут офицеры рассчитываются так, что... Давайте покажу на примере. Вот видите, канонир наш, Жан-Жак. Он с... Блин. Вот, у него в профессии добавили к графу профессия, и написано канонир. То есть, кроме как канонир, он никем быть не может. То есть, если он не капитан, но не штурман, то нельзя назначить его капитаном. Кстати, штурманом вам тоже нельзя назначить капитаном. Капитаном, по-моему, можно назначить только так называемых первых помощников, которых тут добавили. Тарфома, блин. Так, предварительная перезарядка нафиг не упала. Эх, профессиональный канонир никак взять не получится. Но возьмем увеличенное расстояние, и в следующий раз возьмем проб канонира. Ему, кстати, скоро 13 ранг дадут. А у нас чё? Личные способности и ранг вряд ли вкачаем, а вот корабельную скоро получим. Эммм, так. Пушки-то я продал. Чё, я туплю. Да, продал я пушки. Не буду окрынговать его. Да чинить не буду, а зачем если его утопить? Главное, чтобы он нас сам не утопил. А, погодите. Я лечилки-то не купил, умник. Ну что у вас ко мне, капитан? Не, куда ты пошел? Дейморской палаш надо бы продать. Нифига у него пистолетов, но всё фигня. Лечилок нет, так что купим обычных. Куплю все. Лишним не будет. Чё, сохраняемся. Посмотрим. Ну, как вы догадались, у меня при сейве опять вылетела игра. Но это не страшно, благо сейф сохранился. Поэтому этот вылет не критический. Ладно, выходим в море. Уши, как видите, у меня нету. Доплыть, да, вот видите, он появился. Моинг-паун. У меня в английском просто название. Так, а вот где он? Мне непонятно. Ничего страшного. А, вон он, вижу, всё. Хотел на глобалку выйти. Но, как раз ветер в нашу сторону будет. Так что... Мы его быстро накроем. Корвет, корвет, как я тебя хочу. Люблю корвет. Он нас пытается обстреливать. Но это не страшно. Сколько у него команды? 300 человек. У нас 200, даже поменьше. Но это не страшно. Это не страшно. У нас есть мушкетный залп. Он немного поможет урагнять ситуацию. Блин, у него тоже был мушкетный залп. Значит, сейчас будет мусилово, ребят. Сейчас будет дико мусилово. Сейчас нам вырежут всех. Наверное. Блин, у него тоже мушкетёры есть. Надо мушкетёров срочно убивать, а не ваншоте. Давай, круговой. Да, на бордаж дикий был. Чё-то я нагло поступил. Еврейничал, пушки продал. В итоге картечью не обстрелял. Умирает мушкетёр. Надо хоть кому-нибудь попытаться жизнь сохранить. Блин, он его сейчас убьёт. Нет, не убьёт. Давай, того убивай. Отлично. Отличный пробивной нанёс. Давай, убери с ним сам. Я вот этого убью. Блин. Скипал он меня. Блин, я чё тебе помогать должен? Чё как маленький? Давай, добивай его там. Ай, сам добью. Ну, вроде как, чай. Тащим этот абордаж. Тащим. Но не хотел бы я такой... Пере... Ну, не переделанная, точнее, изменённая боёвка. И проходить квест аспольный. Как в ГПК у меня бы вряд ли прокатило в такой боёвке. Но как-то немного по-другому ещё рассчитывается. Зачем-то мои мушкетёры у меня стреляют. Дайте пройти, уроды. Я негра, но нигера застрелил. Всё. Отлично, у нас даже выжившие есть. Ай, теперь долго и упорно обыскиваем трупы. Трупы я не обыскать не могу. Вдруг какое-нибудь полезное оружие выпадет. Будет очень хорошо. Может, мушкет выпадет? Мушкет-то вроде и есть в этом аддоне. Даже, по-моему, переключение ударов... Ой, переключение между мушкетами и оружием холодным сделали. Как в ГПК... Косару каждому своё, по-моему. Так что... Имеет смысл мушкета поискать. Кого я обыскиваю? Сквозь полы, что ли, внизу? Ну да. Скорее всего, так и есть. Да, явно сквозь полы я обыскиваю. Локации-то абордажи изменённые. Игра не воспринимает их как препятствия. Да, месиловка знатная была. Но мы не просто затащить смогли, но ещё и немало народу у нас выжило. Это не может не радовать. Так, ну здесь вроде всё обыскал. Ничего нету. Посмотрите, у нас в трюме. К сожалению, я не могу взять золотой слиток. Точнее, самородок. Или уже вот это дело. Так, тебя я обыскал уже. Я многих там обыскал сверху. У тебя... У тебя не обыскал. Сейчас обыщу. Так, на этом корабле трупы тоже есть, да? Угу. Нам ещё вылазит всё. Так, очередная сабелька. Вот эту выложу. Она фигня. Давайте посмотрим, что у нас. Ничего нет. Ничего нет. Погнали дальше. Борь с капитаном. Отлично. У него почему-то нет ключа. А где ключ? Тумбочку, что ли? Здесь ничего нету. А, да, вот ключ у нас. И две карты. Карты надо взять, они денег стоят. Ну, это примерно вот так вот. Так, у нас 100 человек выжило. Отлично. Корвет по броне, по скорости явно круче. По манёжности чуть-чуть уступает. В БНД вид ход намного лучше. Большой триумф в два раза больше нашего команды. Ясен пень больше. Вооружение 15. Но также 18 фунтов, как и у меня было. Но пушек при этом уже 32 штуки. У меня было 16, то есть в два раза больше. Сейчас, правда, стоят 12-фунтовые пушки, но не страшно. Перегружаем весь груз, весь наш. Так, перегружаем команду. Перезагружаем, точнее. Да. Так, капитану, увы, назначить нельзя. Думаю, и матросов не хватает. В общем, викинг, спасибо. Ты верно нам служил. Некоторое количество времени. Но теперь надо идти дальше. Я буду включать. Блин, мы даже не дали ему утонуть в целостности. Снесли ему бушприт. Блин, даосу, вон, вон колония. Блин, ну неужели некого было поставить на корабль, чтобы догнать его даосу? Ненавижу эти вот игровые условности, но, блин. Смотрите на этого красавца. Классный. Правда, я еще круче текстурки корвета видел, помните? У какого-то нейтрального корабля. Но, тем не менее. Проблемные деньги. Сундук у меня. Вот только где взять ключ? Я же ключ нашел. Погодите. В каюту. Может, через мысли вслух? Да. Нет. Непонятно. Тут у нас одежка. Тут у нас оружие. Так, это все на продажу пойдет. Шашка на продажу пойдет. Кавказская шашка. Исток 13-56. 14-57. 24-11. 24-12. Но урон чуть больше. И все-таки... Кавказская шашка нам ближе. И она выглядит прикольнее. Поэтому оставим ее. Но... Блин, карта пещеры теперь так и будет с нами плавать, по-моему. Так, как я помню. Так. Все. Да, у нас теперь минус же, да? Да, небольшой минус у нас. Но ничего, ничего. У нас уже 61 навигация есть. Кстати, нам дали личную способность. Давайте посмотрим, что можно взять. Маневры на мелководье. Нет, возьму плавник в сторону. Потом возьму маневры на мелководье. И потом мы купим мореплавать. Кстати, ранг нам все-таки, наверное, дадут. В этой серии. И больше, наверное, мы ничего не прокачаем в этой серии. Причаливаем. Может быть, тут получится? Нет. Как сундук-то открыть? Может, просто взять его надо? Нет. А, вот, использовать ключ. 30 тысяч. А, говорили, 15 тысяч. А, ну, наверное, это... С учетом того, что мы 15 тысяч в тюрьме потратили, то 15 тысяч нам в плюс и ушло. И квест уходит в архив. Все, наконец-то я смог открыть этот сундук. Ну, 30 тысяч. Неплохо. Но самое главное, корвет, как по мне. С неплохими статами. Стоять! Что вы здесь делаете? Ну, что я делаю? Ничего не делаю. Просто иду в таверну. Праздновать, так сказать. Что вам налить, капитан? Так, у нас теперь намного больше народу вылазит без перегруза. Надо привыкать опять. А то я привык к 130 человекам. Людям. Ну, винишком. На продажу. Паспим чайчиков 11. Блэйс, иди в жопу со своими приглашениями. Вынужден отказаться. Знаю, твои приглашения тоже рандомный квест. Все, кто не в порции. Так, сейчас идем к торгашам. Ай, продаем лишнее. Да зачем мне обычная карта? Тоже ее продам. Нафиг она мне не упала. Почему ни у кого нету эликсиров? Блин, приходится с лечилками пока берется. Теперь нам надо, чтобы восстановить все здоровье, надо примерно 2, а то и 3 лечилки. Поэтому надо их таскать больше. Иначе весь смысл теряется. Ну, давайте еще эликсировку выком. Да поговори с нами. Ну, что у вас ко мне, капитан? Эликсировку, я хочу. Эликсировку, 8 эликсировки, отлично, забирай это говно. Давай мне все эликсировки, что у тебя есть. Отлично. Удачно заглянул. Так, лишнего у нас сейчас ничего нет. Абардажный тесак какой-то надо продать. Блин, эликсиры очень много везет. Еще тесак этот надо продать. Что-то я его, видимо, не заметил. Но эликсиры стали в продаже появляться. Ну, 10 штук, я думаю, нам хватит. Так, так, что еще? Что еще? Наверх. Наверх, пушки снимаем. Нам надо 32 пушки, 18 секунду калибра. А я верфь в вашем распоряжении, капитан. Так, хорошо. Что-то в моем распоряжении. На 21 тысячу выйдет. Ну, неплохо так. Устанавливаем. Я искал, устанавливаем. Все, отлично. Вот, с этим можно уже даже не просто пограбить, но и повоевать, ребята. С этим уже можно жить. Уже никакая синяя птица не нужна. Не, ну синяя птица, это синяя птица. Че я на ней творил в ГПК? Верх принимает любые закаты. Так, корабль починенный. Только крингование надо выполнить. Блин, а не растратая. Теперь идем в магазин. Не, ну, я себя уважать пристану, если мы в этой серии не затестим этот кораблик. Здравствуйте, капитан. По какому делу зашли? Так. Хочу продать тебе лишнее. Вот какое дело. Творок он, к сожалению, не покупает. А теперь надо очень много провидий с собой таскать. Но она у него дешевая, давайте купим. Оружие тоже надо побольше, но в принципе нам хватит того, что есть лекарств у нас немало. Что-то много прусина слишком. Доск у него нет. Больше у нас ничего нет. Ну и че, у нас кораблик готов. То есть все нормально. Неплохая скорость, очень неплохая. Снаряжение есть. Команды, к сожалению, не полностью, но и 175 это очень неплохо. Личную снарягу я в порядок привел. В принципе, можно пойти грабить. Порт. Ладно, давайте пограбим. Думал, думал я. Только сначала название, ну, название по пути придумаю. Так, непонятно. Среди коней переменять. Какое название? У нас быстрый, но мощный кораблик. Опять викингам называть это уже глупо. Так, я, кажется, вижу цель. Английский торговец. Ух ты, три корабля. Ну че, давайте попробуем. Не знаю, что это получится, правда. В принципе, мы можем уже залупиться на три корабля. Кораблик наш позволяет. Все-таки уже не на шлюке плаваем. Так, у нас Щебека. Поворот, право на борт, право на борт, право на борт, право рулят. Где абордаж? Энных не брать! Вот, стоит только заорать, а сразу абордаж. Так, очень много пороха. Ну, раз у нас столько пороха, давайте собирать порох, продадим его. Благо, триумп позволяет. Какао вез, ром немного, и все. Ну, пока возьмем, что есть. Выгрузить всегда успеем. Свободен. Нам дали новый уровень, кстати. Ты хорош в меня стрелять, сейчас я тебя утоплю, а то найду. Поворот, лево на борт! Поворот, лево на борт! Граво на борт! Всех наверх! Рифы, которые были в трейд! Ну, бушприт снес. Кто не знает, это передняя мачта, которую на нашу. Их не брать! Так, он тоже сдается. Выбираем бомбы, порох, провиант, оружие, нет, как обычно, все. Че ты вез? Сахар вез. Заберу сахар, пофигу. Хлопок. Ладно, так, что быть, хлопка, я тебе оставляю. Право на борт! Рифы брать! Поворот, лево на борт! Так, а это у нас корабль сопровождения, он же Брик. Он может оказать сопротивление, но я думаю, он не станет. У нас команды больше, у нас корабль мощнее. Поворот, лево на борт! Не, я их сейчас по картечью пальмусь, но... Ставь, полные бруса! Энных не брать! Он сопротивляется, ах ты, твари! Ну пошла жара. Ах, как я хотел именно драки. А то я думал сначала, что будет скучно с торговцами, они не оказывают сопротивления. Горда, он для чайников, он согласился с Томасом. Ну что ж, он об этом пожалеет. Он об этом пожалеет. Маленько. Вырезать всех, выщадить никого. У него, блин, тоже мужикетный залп был, и вот это, если честно, неприятно. Так, главное, не дать ему стрелять. А то, как вы знаете, они вамшотят. Так, он стрельнул, но чё-то как-то новым стрельзает. Блин, он некто к ворту корабля прижал. Но, вчера, не видно за ним. Давай. Пилку выпьем. Главное, чтобы он не выстрелил. Какая хвать. Хороший такой абордаж. Блин, он оказывает сопротивление, как или иначе. Но, у нас яблые отчислили преимущество. Не знаю, на что он надеялся. Он, может, сейчас сдаст еще. И в итоге бой с петтаном не будет. Но тогда он лупит себе труп. Своих людей погубил, а сам зассал. Не убивайте его, я его застрелю. Отлично. Обыскиваем трупы. Неплохое завершение серии. Неплохое. Очень неплохое. Я доволен. Я так счастлив. Я так рад. У меня есть ты. Хочу сказать. Благодарю. Беру на абордаж. Так, ладно. О, серегальный самородок. А тут у нас нет с турком. Нет. Тут у нас в чем? Тут у нас ничего такого на трупах нет. Нет, ну есть всякое оружие, но ничего такого интересного для нас. Хотя можно уже что-нибудь. Уровень-то у меня, по-моему, 16 уже. Все, нам больше ничего не летит, блин. Жалко. Блин, даже микстура не летит. Кличилку выгружу. Дешевая сабля. Смысл дешевую саблю брать. Жалко, ни у кого нету мушкета. Мальтийский меч у меня не лезет. Мы прям не с ним. Так, вниз сходим. И, надеюсь, капитан не сдастся хотя бы с честью примет свою смерть. Как тебя запиндорило под доски. Ты туда сам залез, когда прятаться пытался. Нет, бой будет. Молодец, не сдался. Уважаю. А мог просто сдастся. Я бы выгребил у тебя все, что есть, и отхватил бы. Вон сейчас твои друганы торгаши уплывут, а ты на дно пойдешь. Эх ты, эх ты. Но зато благодаря тебе у меня интересное завершение серии. О, карта-закровища. Отлично. Отлично. Все, у меня больше ничего нету. Ну, так себе кораблик. Так себе. Неплохо он так нам народу вырезал. Примерно 35-40 человек. Ну да и ладно. Еще наймем. Зато показали английским псам, где раки зимуют. Тем более у него 600 шелка. Так, ребята, у меня тут показывает, что у меня память заканчивается. В общем, я на этом свою серию тогда завершу. Спасибо, что смотрели. Я вне серии сейчас тупо заберу весь награбленный товар себе на корабль, перегружу получше как можно. То есть шелк загружу себе, все остальное выкину. И просто где-нибудь до ближайшей колонии доплыву, там сохранюсь и на этом продолжим. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Удачи вам. И, как всегда, по традиции чаще сохраняйтесь. Давайте, увидимся.